Недавно президент страны поручил ужесточить правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, а также товаров бытовой химии. Случаи отравления контрафактными спиртосодержащими напитками по всей стране фиксируются с печальной регулярностью, но именно иркутская трагедия стала последней каплей, переполнившей чашу терпения и общества, и правительства. Подробности далее. Для Якутии проблема алкализации более чем актуальна, как и для многих других территорий России. В нашей республике развивается своя антиалкогольная программа. Один за другим наследие полностью отказываются от алкоголя по собственной инициативе. На сегодня безгорячительных напитков живут в более сотен сел. В этом году от продажи хотели отказаться в районном центре Намсы, Намского улуса. Вопрос даже стоял на повестке пленарного заседания. Но перед рассмотрением на адрес Илтумен поступило письмо от граждан, которые против запрета. Главная задача нашей республики – это все-таки навести порядок продажи. Но перегибать, конечно, нет необходимости. Я вот слышал о том, что в районном центре Намсах пытаются ввести сухой закон. Я думаю, это нереально. Вопрос сняли с повестки. Но Илтумен предложил более радикальное решение вопроса. Пришли к тому мнению, сформулировать законодательную инициативу. При принятии данного закона в улусных центрах, у нас их 35, и в городах, и в муниципальных округах, проводить референдум. Мы предлагаем учитывать четко мнение всего населения, а не выборочное. По результатам соцзапроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля регулярно выпивающих россиян сокращается с 49 до 38%. Чаще всего признаются, что употребляют алкоголь мужчины 77%, жители крупных городов 70% и респонденты 24-44 лет, их 75%. Между тем известно, что 40% употребляемого алкоголя является контрафактным. Легальная продажа хорошо, а нелегальная плохо. Оба это зло. Алкоголь вообще в целом зло. От качественного алкоголя умирает столько же и больше даже людей, чем нелегально. Продолжение следует...